Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. Сегодня очередной раз на пляже. На этот раз я, правда, без штатива, и у меня будут руки трястись, уж извините. Сегодня, благо, не такой жаркий день, и сегодня можно просто поснимать. Простите, а до Пирогова тут далеко? Вон туда, вон туда. Благодарю. Так вот, сегодня я хочу поговорить о очень интересной теме. Все прекрасно знают, что такое гарантии. Гарантии в интернет-маркетинге очень многие люди пытаются, во всяком случае, спрашивать. Потому что у нас есть всегда две стороны. Это исполнитель и заказчик. Заказчик всегда хочет, чтобы ему сделали действительно хороший продукт, действительно был интересный какой-нибудь... Ну, точнее, за ним не то, что даже сделали, а сделали и следили, чтобы он работал, 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 а заказчик просто никогда вообще не лез в этот инструмент. Ну, это практически нереально, но, тем не менее, люди это хотят. Хотя бы слышать. Исполнитель, в том числе и я, да, интернет-маркетинговое агентство какое-либо, когда они слышат гарантии, обычно они кривляют носом и так далее. И, как вы знаете, наверное, мою позицию, я тоже против каких-либо гарантий. Мне лично... Ну, я считаю, что это неправильно. Тем более, давайте посмотрим все-таки на гарантии со стороны маркетингового агентства. Например, есть очередь из 10 человек. Из этих 10 человек, обычно так и есть, только один хочет гарантии. Так вот, этот человек, который хочет гарантии, он должен знать, что из 10 человек, по-хорошему, я могу 9 человек взять в работу, а его нет. Ну, просто потому, что он хочет какие-то дополнительные условия. Либо, как делаю я, во всяком случае, и, в принципе, ратирую для других маркетинговых агентств, если человек настойчиво хочет гарантии, конечно, можно дать ему гарантии. Например, увеличить стоимость проекта в два раза. И тогда давать гарантии. Но, теперь давайте поговорим об юридической стороне дела. Как вы знаете, со стороны юридической можно подписать обычный договор. Создание, не знаю, одностраничного веб-сайта, сайта, контекста рекламы, соцсетей, разработки и так далее. Можно записать какие-то определенные рэперные точки туда поместить. Это тоже. Хорошо, окей. Но, можно ли туда прописать абсолютно все какие-то гарантии? Нет. Потому что, сколько я не общался с юристом, у нас получается томик войны и мира. То есть, сделать полностью какие-то хорошие, качественные образцы таких договоров не получается. То есть, все равно где-то есть какая-нибудь дырка. Причем дырка что в одну сторону, что в другую сторону. То есть, теоретически вас может обмануть, что заказчик, ну, либо может исполнитель, да, обмануть. И от этого никуда не избавиться. Так вот, у меня появилась идея. Ну, вот пока ехал, как эту историю исправить? Точнее, эта идея появилась не совсем у меня. Она появилась у одного блогера в Ютьюбе, автоблогера. Его зовут Академик. Я думаю, что многие, если смотрят или вообще следят за Ютьюбом, знают, кто это такой. Так вот, он все пытается отремонтировать свой пацан на мобиль. И никто его не может отремонтировать из сервисов. Он задолбался ездить по сервисам. Он готов заплатить деньги, но он хочет, чтобы машина просто ездила нормально. То есть, опять же, идеальные тепличные условия сделать. Но условия его очень интересны. Интересны они тем, что он предлагает. Я отдаю вам машину, вы ремонтируете ее. Если она действительно отремонтирована, я плачу вам деньги и делаю рекламу. То есть, идет очень, очень хороший дополнительный бонус, который обычно не предлагают люди. То есть, все приходят, а я хочу гарантии. А какой вы бонус можете сверху предложить? Никакой, я же хочу просто гарантии. А он предлагает именно очень крутой бонус, который обычно люди не предлагают. Если все-таки не получается, что он делает? Он просто не платит за работу, ну, в конце, за детали и так далее. Но при этом он не делает рекламу еще. То есть, ни положительную, ни отрицательную. Это, кстати, самое плохое, я считаю, для бизнеса. То есть, любая реклама для бизнеса – это все равно реклама. Гениальное решение. Можно попробовать переложить то же самое на маркетинговое агентство или на лендинг-пейджи и так далее. Давайте прикинем, как. Да все очень просто. Первое. Если вы делаете, например, что-то интернет-проект под ключ. Окей. Бонусом, ну, либо бонусом, либо... Как делаю я, во всяком случае, уже давно. Может быть, увеличение просто чека в два раза. Например, вы хотите гарантии, окей, тогда 200 тысяч вместо 100 тысяч. Или стоил проект 200 тысяч, теперь 400 тысяч. Хотите же гарантии. Ну, вы же ничего не теряете по-хорошему. То есть, вы же сами хотите гарантий. 400 тысяч за гарантированный успех надо уметь заплатить. Если вы не готовы заплатить, значит, вы просто балабол и пиздобол. Ну, по-хорошему. А если переложить дальше, вот именно идея академика, она вообще гениальна, я считаю. Брать не всех людей, вот каждый, не знаю, 20-й или каждый 10-й, который приходит и просит гарантии, а только тех людей, которые реально крутые, ну, то есть, медийные личности, которые могут дать какой-то реально крутой бонус. Ну, например, рекламу. То есть, есть люди у нас, да, я думаю, вы все прекрасно их знаете, и действительно можно им сделать что-то бесплатно. И после этого получить не только отзыв, как мы обычно делаем, то есть, с обычного человека получить отзыв, ну, человек и человек, ну, посмотрели видеоотзыв, правда, и обычный человек. А видеоотзыв, например, от какого-то крутого человека, который реально крут, крут хотя бы в узких кругах, хотя бы. Тогда, да, действительно, ему можно сделать работу, он может расплатиться потом. И при этом, конечно же, он дает какое-то определенное обещание, что он действительно выплатит эти деньги. Хотя даже если он не выплатит эти деньги, вы сможете с ним настолько сильно поругаться медийно, что это даст еще дополнительный толчок к вашему бизнесу. То есть, тут беспроигрышный вариант вообще. И это, на самом деле, гениально, и мне это очень нравится. Вот такая вот у меня мысль появилась. Надеюсь, она вам понравилась. Пожалуйста, ребята, комментируйте эту мысль в комментариях под видео. Если нравятся мои видео, ставьте лайки. На этом все. С вами был Константин Горбунов. Увидимся в других видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok